добрый день мои дорогие друзья а также гости моего канала я рада вас всех приветствовать на своем канале в этот раз у нас вышла задержка с гороскопами как вы видите и все потому что я сейчас нахожусь на лечении мое сердце в очередной раз меня подвело и я не знаю как долго я пробуду здесь я знаю что многие из вас ждут мои гороскопы в этот раз поверьте сделать гороскоп и в таких условиях очень сложно но я очень переживаю за вас поскольку июль по-прежнему важный месяц много астрологических событий я многое хотела вам рассказать поэтому в этот раз я постараюсь очень очень коротко изложить для вас но самые главные события июля не обращайте внимание на возможные шумы которые будут рядом это будет первый раз моей жизни когда я буду делать для вас гороскопы в машине так как в палате этого сделать просто невозможно я постараюсь сделать для всех знаков гороскопа на июль и быть с вами рядом и в период затмений это 5 июля и в новолуние но к сожалению я не могу этого обещать поскольку как вы понимаете не все все-таки зависит от меня но я очень буду стараться добрый день дорогие овны и те у кого асцендент находится в знаке овен это будет гороскоп для вас на июль 2020 года в конце июня ваша родная планета марс наконец-то вошла в ваш знак где осенью марс окажется в ретроградном движении вашем знаке и это конечно еще заставит вас немножко поволноваться но вот сейчас марс принесет вам активность принесет вам энергию и желание двигаться вперед и не просто двигаться дорогие овны бежать и это конечно значит что июль 2020 года может принести вам много энергии много идей много новых целей новых возможностей и конечно огромное желание действовать но давайте обо всем по порядку 28 июня марс марс это ваша планета планета энергии агрессии воин ваш управитель входит ваш собственный знак на целые полгода до 7 января 2021 года вот с этого момента дорогие овны но вашей жизни начинается такой просто фейерверк событий это ваш дом это ваш первый дом это вы сами ваша личность и первый дом отражает ваши манеры ваш характер ваш стиль ваш темперамент это вы сами и все что связано лично с вами это любые сферы вашей жизни которые касаются лично вас и вот сейчас с июля для вас начинается такой полугодовой период когда можно сказать что вы сможете свернуть горы вам все будет по плечу дорогие овны у вас будет очень много энергии и кому-то возможно даже будет сложно с ней справиться и тогда эта энергия марса она может переходить в агрессию она может выливаться в конфликтах первый дом это дом личности стоит на одной оси с 7 домом с отношениями поэтому будьте очень осторожны в этой сфере постарайтесь не конфликтовать в эти полгода конечно же у многих из вас дорогие овны возможны какие-то недолгие романы здесь марс вас будет подталкивать он будет давать вам огромную сексуальную энергию и конечно же многих из вас ожидают различные любовные приключения даже те овны кто уже женат кто уже находится замужем или у кого имеются уже длительные отношения вот в это время вы тоже можете в этот период пойти на поводу у своей страсти ну вот чтобы избежать такого проявления энергии марса постарайтесь дорогие овны включать физическую активность и в любых формах чем больше физической активности тем лучше для вас и лучше для всех марс принесет сюда много энергии много движения и вот все это может коснуться вашей карьеры дорогие овны вашего бизнеса смены вашего статуса каких-то семейных вопросов здесь тоже марс может затронуть и вообще постарайтесь не откладывать на осень то что вы можете начать делать в июле начинайте это делать сейчас хотите сменить свой имидж делайте это все пройдет очень хорошо меняйте прическу меняйте цвет волос купите себе что-то новое и не обязательно чтобы это было что-то дорогое но то что вы хотели бы купить запишитесь спортзал обязательно если у вас в вашей стране спортзал открыт отправляйтесь туда или же в бассейн или просто если нет такой возможности начните вокруг дома по утрам бегать или делать зарядку начните правильно питаться в конце концов и тогда вот результат который вы получите уже через полгода к 7 января он вас может просто удивить насколько вы стали другим человеком насколько вы изменились сейчас вы будете конечно же спешить бежать действовать притворить свою жизнь все свои идеи так как вашем доме карьеры по-прежнему находится ретроградный юпитер сатурн и плутон поэтому дорогие овны не удивляйтесь что какие-то ваши планы они могут сейчас наталкиваться на препятствия и на какие-то задержки все будет происходить но не так быстро как вам хочется наберитесь терпением солнце будет находиться в вашем четвертом доме четвертый дом это ваш дом это ваша семья ваши родные комфорт недвижимость и здесь солнце у вас пробудет до 22 июля а солнце является управителем вашего дома детей и любви и уже в начале июля многие из вас могут получить какие-то новости от ваших родственников от ваших детей ну а также уже здесь первой половине июля многих из вас возможны различные поездки которые скорее всего вы уже давно запланировали возможно кто-то отправится в поездку по родным местам на родину или к вашим родителям в отеческий дом или же вы будете встречаться со своими близкими родственниками ну а 12 июля у вас также здесь меркурий находится в этом четвертом доме и вот 12 июля меркурий снова начнет в четвертом доме прямое движение и вместе с солнцем на первый план конечно же для вас выйдут здесь семейные имущественные вопросы все что будет касаться вашего дома вашей семьи и вообще в приоритете будут домашние дела возможно что вы будете отдавать все силы на обустройство собственного дома на ремонт и на дела вашей семьи возможно кто-то будет что-то приобретать свой дом или начнет даже строительство своего дома или же вы займетесь обустройством своей квартиры некоторыми из вас дорогие овны придется совершать много таких кратковременных поездок недалеких которые скорее всего будут тоже связаны с решением ваших семейных проблем кто-то будет заниматься и оформлять различные документы искать какую-то необходимую информацию собирать справки добывать нужные вам документы и возможно что придется решать вопросы которые будут связаны с вашими родителями или с вашими детьми но в любом случае вот большую часть времени вы будете проводить у себя дома возможно даже работать будете дома у себя на удаленке что хотя сейчас это конечно же не редкость марс может дать вам конфликт конфликт и ссоры в вашем доме и не забывайте обязательно одеть и дорогие овны вот здесь с ними тоже могут быть конфликты и конфликты могут происходить в вашей семье и вот чтобы избежать этого я даю вам совет если вы овен мужчина то обязательно весь месяц старайтесь быть главным в доме вам важно сейчас проявить и показать что вы и отец и вы глава семьи берите на себя больше обязанности и больше ответственности но если вы женщина дорогие овны то в июле обустраивайте свой дом создавайте здесь уют комфорт свой домашний очаг создавайте налаживайте отношения с вашими родителями и устраивайте больше встреч и праздников с вашими родными направлять энергию марса сюда 2 июля сатурн сатурн вернулся в знак козерога в ретроградном движении и для вас это десятый дом дорогие овны это дом карьеры дом статуса дом достижений и это означает что вам нужно будет и не просто нужно вам будет просто необходимо решить наконец-то все вопросы которые связаны с вашей карьеры и с вашим социальным статусом разобраться здесь что-то возможно закончить что-то доделать что-то вообще переделать или например вернуться на старую работу сатурн он любит порядок любит дисциплину и возможно что вы дорогие овны сейчас перейдете на другую работу или же на вашей работе все все изменится но в данном случае это скорее всего будет такой второй шанс для вас что чтобы что-то исправить или например получить получить новую должность вашей карьере подняться на одну ступеньку но все что происходит по сатурну всегда остается с нами надолго и все что будет происходить в вашей жизни сейчас вот эти перемены они будут происходить с вами в ближайшие 30 лет например если вас что-то не устраивало в вашей работе и вы сейчас решите что да пришла пора нужно уволиться или вы решите создать открыть свой бизнес или вы решите сменить сферу деятельности и сменить ее кардинально допустим применять профессию либо же вы решите сменить свой статус это жениться или выйти замуж или наоборот развестись то вы должны понимать что вот все эти изменения они будут надолго но успеть все это сделать дорогие умны вам нужно будет до 17 декабря у меня на канале есть подробное видео под названием грядут перемены и имеем сатурн я оставлю ссылку внизу вот под этим видео проходите и ознакомьтесь там вы для себя найдете больше информации 3 июля юпитер и плутон все еще в соединении в знаке козырок в вашем десятом доме это дом статуса дом карьеры и вот этот аспект будет действовать весь месяц эти планеты сейчас находятся в ретроградном движении а это означает что могут отменяться какие-то ранее принятые вами решения которые касаются вашего статуса вашей карьеры допустим вашего повышения на работе или же понижение но у кого-то возможно даже свадьба отменится поскольку это тоже 10 дом женщины которые развелись вы можете вернуться здесь на прежнюю свою фамилию решить 5 июля лунное затмение в знаке козырок или полнолуние последнее полнолуние в сфере вашего десятого дома а это самый высокий дом гороскопа дорогие овы десятый дом это наш статус наше достижение здесь все чем мы с вами гордимся все к чему мы стремимся и что мы сами хотим показать миру ну а лунное затмение это полнолуние и это всегда завершение какого-то важного дела это когда мы получаем плоды уже от своей проделанной работы получаем ясность получаем результат об этом затмение я постараюсь сделать отдельное видео но пока коротко полнолуние и затмение в десятом доме принесет ясность вашей работе вы теперь поймете вас будут повышать в должности или наоборот сейчас вас понизят либо вы решите сейчас завершить свою карьеру и начать что-то новое вы можете уволиться из компании вы можете уйти с этой работы или же продолжите продолжите эту работу но продолжите ее в каком-то новом статусе например на новой должности конечно же здесь затмение может принести вам долгожданное вознаграждение на вашей работе если вы трудились над этим кто-то может поменять свой социальный статус кто-то уйдет с работы кто-то будет больше времени уделять семье и дому но это затмение подведет подведет такой итог всего того что продолжалось у вас десятом доме последние два года что здесь происходило и как вы над этим работали вы сейчас поймете хотите ли вы наконец взять на себя больше ответственности например перейти на эту новую должность и отвечать за остальных или же хотите вы стать родителями или нет здесь тоже это может решаться хотите ли вы выйти замуж наконец или развестись не забывайте что это такой общий гороскоп и мы рассматриваем с вами все-таки общую картину и здесь возможны варианты различные поэтому у вас могут быть различные перемены и по работе и они могут быть для кого-то очень хорошими а для кого-то не очень у кого-то это может быть увольнение у кого-то смена начальства у кого-то просто переход на другую работу это уже зависит от вас как вы над этим работали последние два года кто-то наконец найдет найдет работу после длительных поисков возможно вы ее могли искать с января месяца а кто-то просто сейчас решит уйти на пенсию если вы были в поиске новой работы то вот здесь у вас есть шансы найти очень хороший такой вариант для себя но уже после 12 июля когда меркурий вновь начнет директное движение ну а также некоторые овные из вас например вы можете решить открыть свой бизнес над которым вы тоже длительное время работали и хотели это сделать но в личной жизни как я сказала это затмение может принести и брак для кого-то и развод и рождение детей 12 июля меркурий меркурий планета посредник планета контактов обучение связи поездок и управитель вашего дома здоровья дорогие овны разворачивается в прямое движение в вашем четвертом доме семьи место жительства недвижимости и это значит что ваши вопросы о купле недвижимости о продаже недвижимости об аренде недвижимости сейчас после 12 июля наконец-то сдвинуться с места тем более что венера будет находиться у вас в третьем доме это значит что вам уже будет легче договариваться общаться с людьми контактировать искать для себя эти новые контакты и вы можете начать заниматься оформлением каких-то важных документов и уже совершать крупные покупки тоже будет можно некоторые овны будут дома работать как я говорила из дома работать возможно или заниматься какими-то документами которые тоже будут связаны с вашим домом с вашим и недвижимостью с вашими с вашей семьей и может быть и много и звонков и переписок и оформление документов может быть часто в друзья ваши друзья начнут посещать ваш дом в этот период поскольку солнце тоже до 22 июля тоже находится у вас четвертом доме и конечно же четвертый дом здесь могут быть и переезды и поездки но поездки какие-то недолгие и недалеко возможно некоторые из вас будут оформлять документы которые будут связаны с вашими родными но вот сейчас если вы их уже занимались ими то сейчас вам наконец-то полу удастся удастся их дооформить и получить те кто готовился переезду в другое место наконец-то вы сможете переехать те кто искал для допустим для себя жилье или хотели купить это жилье или искали для себя в аренду офис то вы найдете обязательно ну а те кто сдавал жилье и не мог найти для себя жильца то вот здесь дела сдвинутся и вы обязательно сдадите венера планеты любви красоты комфорта денег весь июль проведет в знаке близнецы это ваш третий дом дорогие овны дом поездок торговли обучение общение документов транспорта и с вами будет очень комфортно и приятно в июле общаться вообще обучение знакомства и поездки они будут приносить вам много приятных эмоций возможно даже кто-то купит себе технику например телефон или вам подарят к примеру на кто-то может быть занят здесь или продажей или покупкой автомобиля но вот если это покупка автомобиля то все-таки лучше перенесите это на период после 12 июля в июле семейные овны вы можете рассчитывать на то что в вашем доме вообще будет очень комфортная такая гармоничная обстановка и любые разногласия любые ссоры вы все-таки сможете здесь договориться найдете правильные слова меркурий вам подскажет но вторая половина июля может все-таки принести в ваш дом какие-то разногласия и вот эти разногласия эти ссоры и конфликты они скорее всего могут касаться денег и тогда придется договариваться придется искать какие-то компромиссы и возможно даже отказаться от каких-то запланированных покупок те кто находится к те один кто одинокие овны кто находятся в поиске венера в третьем доме делает людей более такими коммуникабельными приятными в общении и конечно же вы дорогие овны будете флиртовать причем флиртовать довольно открыто и со всеми независимо от того вы состоите в браке или нет или вы свободны и это конечно же вот энергия марса марс может подталкивать вас на это венера в третьем доме приносит заочные знакомства например по переписке в интернете могут происходить знакомства и тогда вот если такое произойдет то вы можете удивиться насколько быстро вот это виртуальное общение оно перерастет в реальные отношения и такие хорошие приятные отношения одинокие вы также дорогие овны можете встретить свою любовь например в поездках каких-то в транспорте на обучении на курсах по вождению например или на какой-то вечеринке у ваших соседей или через вашего брата или сестру можно познакомиться поэтому пользуйтесь этим временем уран будет находиться по-прежнему в вашем доме денег и формирует гармоничные аспекты с другими планетами а это означает то что вероятны какие-то неожиданные заработки подработки дорогие овны или появятся необычные источники дохода с другой стороны венера она управляет вашим домом денег и она сформирует негативный аспект с нептуном в июле и вот в результате этого аспекта вы можете немножко сейчас неправильно оценивать эти возможности заработать или например оказаться в каких-то запутанных ситуациях которые для вас неясны поэтому не спешите так быстро принимать какие-то сомнительные предложения даже независимо от того кто вам будет их предлагать дорогие овны а уже в последнюю декаду июля будет активен негативный аспект венеры с нептуном о котором я говорила поэтому обязательно соблюдайте осторожность и это касается особенно новых знакомств вот здесь вы можете довериться тому кто вообще не заслуживает вашего доверия постарайтесь обращать внимание на все знаки на все предупреждения которые к вам могут приходить уже с прошлого месяца они могут приходить и прямо и косвенно дорогие овны потому что некоторые из вас сейчас в июле могут понять что вас просто обманывали много говорили вам о любви о которой действительности вообще такой любви и не было и не исключено что вы сейчас можете решить разорвать вот такие отношения 20 июля новолуния в знаке рак это ваш четвертый дом семьи дом родителей ваш дом недвижимости и конечно же это новолуния добавит новые энергии в эти сферы жизни и акцентирует прежде всего вашу домашнюю сферу ваши семейные дела вопросы недвижимости вопросы родителей в это время вообще на первый план для вас в месяца могут выходить тема переезда скорее всего что многие овны могут менять место жительства многие могут разъезжаться кто-то может приезжать в ваш дом или наоборот уезжать кто-то будет занят ремонтом ну а кто-то будет занят или покупкой или продажей жилья или это может касаться аренды но в этот период очень хорошо начинать что-то новое и расставаться со старым может быть вы наконец сейчас примите решение переехать в другой город дорогие овны или сможете каким-то образом улучшить свои жилищные условия переехать в лучший район в лучшую квартиру могут быть изменения изменения в составе семьи это кто-то может уезжать из вашей семьи или приезжать или же будет необходимость сейчас в течение месяца решать какие-то вопросы которые будут касаться аренды возможно как я сказала и ремонты и обустройство вашей квартиры любой другой недвижимости тоже это может быть не квартира а дача или какой-то земельный участок но также дорогие овны это новолуние кому-то может принести время когда будут решаться вопросы о вашей эмиграции и в бизнесе тоже здесь могут быть сложности которые будут связаны с арендой и кому-то придется искать поэтому новолуние новые помещения или же пересматривать условия договор аренды об этом новолуние я постараюсь сделать подробное видео следите за новостями на моем канале но 22 июля солнце переходят знак лев это ваш пятый тон удовольствие любви отдыха детей творчества и это время радости это время ярких эмоций праздника влюбленности очень хорошо отправиться куда-то в отпуск отдохнуть возможно вместе с вашими детьми с вашими любимыми кстати здесь в поездке тоже может произойти знакомство с очень интересными людьми если вы дорогие овны водите машину то будьте обязательно аккуратны за рулем и в начале июля и в конце июля вот марс может давать вам много агрессии много энергии и эта спешка которая будет давать вам марс она может для вас спровоцировать проблемы на дороге поэтому вы должны быть внимательны и конечно же берегите здоровье марс может давать и высокую температуру и ожоги и операции тоже будьте внимательны и конечно все с вами все абсолютно знаки все дружно начинаем бегать по утрам и по вечерам для направления энергии марса правильное росло чтобы он не давал нам эту агрессию посвящайте это время своему хобби занимайтесь творчеством детьми любимым делом и проводите побольше времени с вашими любимыми вот такой месяц ожидает вас дорогие овны я желаю вам крепкого здоровья прекрасного месяца удачи и любви до встречи на моем канале